Здравствуйте, Майкл говорит. Минюст путинского государства назначил иностранным агентом Романа Качанова, сценариста и режиссера, пожалуй, лучшей философской трагикомедии постсоветской России под названием ДМБ. Впрочем, самого Романа два года уже как нет в России. А где он? Либермана обнаружили лежащим на тюках со свежим исподним, обнюхавшимся жидкости для выведения пятен. Гера, ты здесь? Я здесь, я там, я всегда. Инагентство в путинской России схоже с апартеидом в Южной Африке в былые времена. Только при апартеиде сегрегация проводилась по расовому признаку, когда черным законодательно запрещалось одно, другое, третье, пятнадцатое. А в путинской России сегрегация ведется по политическим признакам. Причем нет никаких разбирательств, прений, судебных заседаний, а просто неведомая чиновничья физия из Минюста вносит человека в список. И все. Еще утром равноправный гражданин, а вечером инагент прокаженный. Помимо того, что инагенты должны каким-то мудреным способом отчитываться за финансовые операции и обозначать себя как инагенты в соцсетях и где угодно, им запрещается вести преподавательскую деятельность, просветительскую деятельность. Их не возьмут на госслужбу или муниципальную службу. На ресурсах инагентов нельзя размещать рекламу, они не вправе применять упрощенную бухгалтерскую отчетность. Им не положено госфинансирование за творческую деятельность. Они не могут принимать участие в выборах любого уровня, как кандидаты и наблюдатели. Они вообще не могут осуществлять хоть какую-то деятельность в какой-либо избирательной кампании. И перечень запретов все время пополняется. Если они не будут отмечать себя инагентами в публичном пространстве, их оштрафуют, а после заведут уголовное дело. При этом совершенно не обязательно получать деньги из-за рубежа, чтобы стать инагентом. Вот, например, политика Екатерина Дунцова, знаете, почему признали таковой? Минюз сообщает, за распространение недостоверной информации, направленной на формирование негативного образа РФ. Выступление против проведения специальной военной операции. То есть, понимаете, какой парадокс? В путинской России идеологии еще не существует. Но наказание за отклонение от нее уже есть. Потому что доводы признания Дунцовой инагентом чисто идеологические. Антисоветская агитация и пропаганда, так сказать. Екатерина Дунцова пыталась создать новую партию «Рассвет». Ездила по городам России. Периодически на собрания вваливались местные менты и срывали встречи какой-то форменной дурью. Или вот политик Марина Литвинович хотела выдвигаться в депутаты по одному из округов в Москве. Шансы у нее были высокие. Но теперь Дунцова и Литвинович иностранные агенты и в путинской России о политической деятельности им придется забыть. Это ведь невероятно удобно, да? Не понравился тебе какой-нибудь набирающий популярность политик на федеральном уровне? И Кириенко, допустим Кириенко, просто вносит его в список инагентов. И дело с концом. Устранение конкурента по цене чернил, потраченных на написание фамилии. Мне всегда задают три вопроса. Почему я в армии? Сколько мне лет? И отчего у меня волосы на груди окрасились? Начну с последнего. Волосы у меня на груди окрасились, потому что я пролил на них ракетный окислитель. Лет мне 29, скоро юбилей. А в армии я потому, что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать. За убеждение. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Вы видите в этом человеке иностранного агента? И я нет. А он есть. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...